решаем его на самом саше да здесь студии для сайта там яндекс придумал задачку вот на мой взгляд она очень интересная и ее сделали всего два процента учеников у правило они получается не справляются офигеть так может я не справлюсь ну сейчас посмотрим вообще я не очень умный я туповат я справляюсь только с такими совсем прямолинейными ну давайте попробуем по крайней мере просуждаем Егор свидетель что я раньше не видел на самом деле школьники не любят решать ну что на сторонах ромба abcd а так ром ну нарисуем какой-нибудь ром там подкорректируем когда увидим условия да а а может он произвольный да здесь вообще ромб отмечены точки ж и или к соответственно а на сторонах ad и cd да отмечены точки ж и иль к а и к и ж и к ж и д равно цель к и к к к д равно 3 к 5 к 4 блин так то есть надо делить на 12 сразу да тут тоже делим пополам пополам все это одинаково то же ромб все все же значит и и жим а так отмечен точки ж и через три да и и а нет а это и а и и жи жи д равно три к К четырём. CL, LK, KD. CL, LK и KD. Так. Докажите, что прямые BL, BK, BG, BI, да? BL, BK. А, ядрить, 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 бодрить. Делят меньшую диагональ. А, то есть это на большее было, да? То есть условия есть, что на меньшее. Так что мы попали. Попали как надо, да. На пять. Равных отрезков. Нифига себе! Вот это да! Вот это да! Так, из чего бы это могло вообще следовать? Из чего бы это могло следовать? Значит, итак, это... А ещё потом нужно найти площадь треугольника АЖМ, да? Пункт B. Ага, где М точка пищения КА и БЖ, да. КА и БЖ. Ну да. Ну это вот тут. Ну да. Так. Держи. Итак, почему бы эти пять отрезков должны были быть равны друг другу? И тут надо сказать, что здесь, ну как бы, вот если я начну менять... Действительно важно, да, что она меньшая диагональ или проходит для любой? Не, по-моему, там если даже больше будет, тоже будет. Должно быть то же самое, судя по тому, что она при сжимании этого ромбика туда-сюда не меняется ситуация. Да-да, это по-моему и остаётся. Вот это да. Так. Равные отрезки. Ну то есть вот это будут равные площади. Может быть это играет роль, да? Так, равные площади. А здесь у нас... Какие у нас здесь остаются площади? Значит, к этому относят три к пяти. Значит, нужно, наверное, провести ещё эту так на всякий случай. Так. Площади, площади, площади. Так. Никаких идей пока нет. Вообще. Вот честное слово. Реально никаких. Ага. Значит, ромб. Что-то всё-таки связанное с ромбом, да? Что-то связанное с ромбом. Вот мне приходит, первое в голову, конечно, приходит, что площадь. Так. Подобные треугольники. Так. Так. Хорошо. Возьмём подсказку, да? Итак, подобные треугольники. Какие же тут могут быть они? Какие же треугольники в этой картинке могут быть подобными? Ну вот такие, да? Вот сейчас. Нет. Вот такие, да? Ага. Такие, конечно, подобные. А, и такие тоже подобные, да? А, так. Хорошо. Сейчас. Вот такие и такие подобные. Значит. Ага. Да. Сейчас. Стоп. А. Сейчас. 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 А, да-да-да-да. Понятно. Они подобные. Они подобные. Ну, потому что углы все равны, да? Ну да, очевидно. Они подобные, естественно, да. А, теперь отношения. А. А, блин. Сейчас. Значит, соответственно, это 7, а это 12. Ну там 7x и 12. Да-да-да-да. Ну я могу за единицу обозначить эту запросто, да? То есть я могу за 12 обозначить сторону, Ромба. Ага. Тогда здесь 7, а здесь 12. Значит, соответственно, здесь тоже 7y уже. А здесь 12y, правильно? Ага. Дальше. Блин, и в сумме 19y. Неужели 19y будет разделено на 5 равных частей, да? Нифига себе. Так. Значит, все они подобны друг другу. А, тут, может быть, еще... Сейчас. Не, здесь я, наверное, не пойму, сколько здесь... Не, а там же 8. А, 3, 5. А, 3, 5. Господи. Все, я ошибаюсь. Я что-то тоже думал. Да, 3, нет. 3, 5, да. 8. 8, 12. 8 и... Ага. Ну, 8. Да, 8 это лучше. Значит, здесь 8, здесь 12. Так, уже намек есть, да. Теперь, если здесь, то 3 и 12. А, здесь 3, здесь 12. Значит, здесь... Ну, соответственно, 1 к 4, да, должно быть. То есть... Ну да, если 1 к 4, то уже все ясно, действительно. Да, подобие треугольников здесь дало эффект. Потому что, значит, если здесь 3, здесь 12. Здесь 8, здесь 12. Дало нам 8 к 12. А 3 к 12 дает 1 к 4. То есть, вот это вот, как бы, z, да, это 4z. Ну, если z плюс 4z равно 8y плюс 12y, да, то ясно, что 5z равно 20y, z равно 4y. Соответственно, эти уже две равны друг другу. Ну, эти тоже две равны по симметрии. Ну, и так как это 12, то вот это 8, а то это тоже 4. Да. Очень красиво. Ну да, без подсказки я вот так сразу не вижу этого. Сразу не вижу. Круто, круто, круто. Просто... И дальше, кстати, можно сразу сказать, сколько вот здесь останется, да? То, что это 8 к 12, да? 8 к 12 равно 12 к 12 плюс x. Соответственно, получается... Ну, плюс 4x давай сделаем. Значит, сокращаем. 2 к 3, да? Равно 3 к 3 плюс x. Что это такое? 9 равно 6 плюс 2x. 9 равно 6 плюс 2x. 2x равно 3, x равно 1,5. x равно 4, x равно 6. То есть, здесь еще 6. Вот тут пойдет. То есть, вот эта точка будет 6 еще. 3, 5, 4, 6. А это, соответственно, чтобы всю картинку дорисовать, да? Сколько там будет? 1 к 4, 12 к 48. Значит, здесь было 12, здесь 18, здесь еще 30 будет. Значит, здесь еще дофигища будет. Туда вдаль 30. Слушай, да. Но, между прочим, это мне напомнило одну задачу, которую я тоже только что получил от товарища. Он мне ее дал и говорит, решай. А, или ее отдельно, да? Наверное, ее отдельно, да. Ага. Тогда засим, да. Ну так, без подсказки я не справился сразу. С подсказки только. А, пункт B, да. Я же, блин, а пункте B что был? Ну, я думаю, что мы его сейчас можем быстро, да? Да. Ну, там надо найти площадь. Сейчас. Ну-ка, ну-ка, нет. Давай пункт B сделаем, потом уже к той задаче. Так, ну-ка. Значит, 3, 5, 4, да? Да, сейчас там точки проставлю. 3, 5, 4. Значит, они делят действительно... Да, это, конечно, верно для любых ромбов. Вот здесь не у нас. Да. Здесь потом G. Да. Так, здесь или K, да? Да, CL, да. Ага. Это что были? Это A? Это A, B, C, D. А, или нет. Нет, сейчас. А, D вот здесь. А, да, все. Так, что там пересекалось с чем? Да, и вот M точка пересечения KA и B, G. KA и B, G. Так. B, G, да? И KA. А, вот так, да? И найти площадь A, G, M. A, G, M. Вот эту площадь, да, найти? Да. А исходная 72, да? Исходная 72, да. Исходная 72, да. Ну тут уже получается утверждение, что эта сторона 12 неверная. То, что площадь. Ну, естественно, да. 12x. Значит, уже 12x. Ну да. 12x. А, но если она 12x. А, мы все равно площадь. Да, мы... Площадь все равно это от подобия опять. Ну да. Не меняется, да. Так. Площадь, 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 площадь. Так, а они? Какие-то тоже тут подобные есть, да? Тоже есть подобные, да? Или мы так не решим? Так. То есть мы уже можем пользоваться тем, что эти равны, да, друг другу. Сейчас, а если мы действительно продолжим вот так. Что у меня будет здесь? Это k, да, это m. А! Подожди. Вот эти два подобные, правильно? Подобные. Коэффициенты какие? 4 к 8. Значит, если это 12, то это 24. Ну, t теперь. 12, t, 24, t. Я бы не знаю пока. Так. То есть, иными словами, вот этот в четверо меньше этого по площади. Правильно? Да. Этот в четверо меньше этого. А этот мы можем посчитать через этот? Через исходный. 24, 12, 12, t. Так, ну хорошо, пока запомним. Значит, здесь 24, то есть здесь у нас 8t, да? Ага, значит, соответственно, вот этот 36t, правильно? 12t плюс 24t. 36t. А здесь 8. Угу. Правильно? Угу. Угу. Хорошо. Значит, мы знаем отношение этого к этому. Оно равно отношению 8 в 36, если я тут ничего не ошибся. Ну да. 8 на 36, это 2 к 9. Правильно? 2 к 9. То есть это 2, это 9. Значит, эта площадь равна 2 одиннадцатых от вот этой. Ага. Угу. Угу. Правильно? А, Ж и Б. Согласен? Да. Да, согласен. Вот. А это уже все. Потому что А, Ж и Б, естественно, 8 двенадцатых, да? Ну сейчас как-то не ошибся ли я? А 2 третей от вот этой. А это 36. Ага. Так. Ну, может быть, сейчас посмотрим. Если ошибся, сейчас пересчитаем. Сейчас. А ответ уже нет. Ну, по крайней мере, уже очевидно, как делать. Если я даже... Да, да. У меня, правда, не сокращается. Что-то я там, может быть, я неправильно что-то сделал. Да, ответ кривой будет. А, кривой. Ну, давай посмотрим. Ну тогда, значит, 4 на 12 на 3 сократилось, да? Сейчас. Нет. Да, 12. 48 одиннадцатых. Все правильно. Верно, да? Все. Вот. Так надо было решать или... Ну, то есть, такой метод это такой или нет? Ну, я лично немножко по-другому решал. Я пользовался тем, что если там у треугольников у двух одинаковые высоты, то их площади будут относиться пропорционально этим высотам. А, да, 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 да. Ага. Сейчас как-то. Ну, конечно, да. Ну, да, вот там какой-то... А у каких здесь двух? Нарисовать. Каких здесь? Так, сейчас. Подбирался вот к этому треугольнику GMA через треугольник DKA. Вот я через него подбирался. Нашел какую площадь составляет. Ну тоже, да, постепенно подбирался. Это очевидно, да, это очевидно. Она одна шестая от всего. Ага. Да. И потом сказал, что площади вот этих будут относиться так же, как высоты отсюда и высоты отсюда. А, тут можно понять, да? Да, основание у них понятно как находится. А-а-а. А высоты отсюда тоже видно, да, где-то там? Да, это же... А, это ты... Да, 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 те же. Да. Понял, да. Отлично. Но это решение, которое я изложил, хочу посвятить моему учителю. Кстати, день учителя недавно был. Рафаэлу Калуновичу Гордину. Его все зовут Раф. В 57-й школе. Он учил нас вот таким конструкциям. Вот, так что да. Ну ладно, хоть здесь не опозорился. Я по Гордину тоже, кстати, с учениками занимаюсь. По Рафаэлу Калуновичу, да? По моему учителю. Ну да, по геометрии, конечно. Да, да, вот. По геометрии однозначно он, да. Он отличные учебники выпускает. Так что кто к Леге готовится, очень советую. Учебники Гордину. Еще я хотел вам показать свое авторское решение пункта Б. Значит, как я делал? Я рассматривал треугольник ДЖК и треугольник ДАС. Ну, понятное дело, что они подобны, потому что это равнобедренный треугольник. Значит, вот эта прямая параллельно этой. И там они подобны по двум углам. И отсюда следует, что ЖК будет относиться к АС. Так же, как относится вот эта вот сторона маленькая. Так же, как 4Х относится к всей стороне АД, то есть к 12Х. То есть отсюда следует, что ЖК составляет 1 треть от отрезка АС. Получается, ЖК равно 5 третьим У. Так, давайте вот здесь сразу подпишем. 5 третьих от У. Вот этот отрезок. И теперь мы можем рассмотреть подобие еще вот таких двух треугольников. Ж, М, К. И давайте вот тут, видите, мелко я написал точку Т. И Т, А, М. Вот эти два треугольника тоже подобны. Ну, там по внутренним накраслежащим углам, по вертикальным. Это легко доказать. И, что хорошо, мы знаем, какой у них коэффициент подобия. То есть вот этот вот треугольник, который побольше, у него вот эта соответствующая сторона 2 У. А треугольник, который поменьше, ЖМК, у него соответствующая сторона 5 третьих У. Вот, ну и получается коэффициент подобия у них будет 6 пятых. Да, отлично. Теперь мы знаем, как относится КМ к МА. То есть отсюда следует, ну давайте, чтобы проще было понять, МА относится к КМ как 6 пятых. То есть МА чуть-чуть больше получается. Отлично. Теперь, найдя все эти пропорции, давайте потихонечку подбираться к площади вот искомого треугольника. Вот этот треугольник мы хотим площадь найти через площадь большого. Ну, получается, площадь треугольника АДС будет равна половине, естественно, 36. Теперь давайте попробуем найти площадь треугольника ЖКА. Получается, площадь этого треугольника, ну вот если сравнивать с площадью треугольника АДС, будет иметь основание, которое будет в три раза меньше. То есть это одна треть основания большого треугольника АДС. И иметь высоту, то есть высота вот этого треугольника, если мы вот так продолжим, она будет составлять, так как вот вся высота это как бы три части. То, ну это вот у нас 4 к 8, и получается, значит, вот эта высота будет составлять две третьих. Умножить на две третьих высоты вот этого треугольника, я имею ввиду вот эту высоту полную, на две третьих высоты. То есть одна треть основания вот этого треугольника, вот это АС, больше чем ЖК в три раза. Высота вот эта вот в треугольнике АЖК будет составлять две трети, и дальше пишу площади АДС. Вот так, потихонечку будем подбираться к искомой площади. Отлично, то есть это две девятых от 36. А, даже это хорошо считается, то есть получается 2 умножить на 4, то есть 8. Все, эта площадь у нас найдена. Теперь смотрите, так как мы знаем, в каком отношении точка М делит отрезок КА, то мы с вами понимаем, давайте вот так отдельно нарисуем этот треугольник, так будет проще понять. Вот у нас высота отсюда, давайте ее назовем H1. Вот у нас высота из точки М, вот у нас где-то тут точка М, вот она будет перпендикулярна, вот H2. И мы понимаем, что H1 будет относиться к H2, так же как относится отрезок КА, вот эта точка К это А, относится к МА. Давайте запишем, КА относится к МА. И получается КА это, ну, мы знаем, что коэффициент подобия у них 6 пятых, то есть тут 6 пятых, давайте какой-нибудь Z напишем, тут Z. То есть КА будет составлять 6 пятых плюс 1, а МА это 6 пятых просто. Ну, там я везде бы мог Z написать, но понятное дело, что они сокращаются. И получается 6 плюс 5 это 11, 11 пятых делить на 6 пятых. То есть это 11 шестых. И получается, что во сколько будут относиться их площади, высоты, во столько будут относиться их площади. И таким образом у нас с вами выходит, что площадь треугольника GMA будет составлять 6 одиннадцатых от площади треугольника GKA. Вот, ну и при подстановке площади этого треугольника GKA мы получаем 48 одиннадцатых. Ну вот, просто я вам захотел показать свой метод, вот я эту задачу решал так. И эту мы берем на главный канал и приглашаем всех, кому нужно, вот как это, ну понятно, если вдруг вы не о высоком думаете, а вам нужно реально сдать ЕГЭ, то вот человек, я вот просто сразу. Возвращайтесь, там вот у меня еще есть видео с Алексеем, мы там с ним поразбирали параметры, интервью вот скоро выйдет, может уже выйдет, когда это видео появится. О, классно, да, классно. Там про ЕГЭ интервью, вот мнение Алексея. А, нет, ну, как бы я уже перестал на это дело сильно напрягаться, ну, как, если нужно его сдать, знаешь, его надо сдать. А потом возвращаться на большой математический канал и фигачить на нем. По большому счету, хорошо ЕГЭ сдают не те, кто готовится к ЕГЭ, а кто вот реально просто... Ну, конечно, как и всегда это бывает, это и с Олимпиадами то же самое, как можно к ним готовиться, может просто математикой заниматься и все. А дальше ты чего угодно сдашь. Ну, все, давайте, переходите, жду вас от себя.